Всем привет! Сегодня такой вот, не знаю, как влог, как сейчас модно говорить. Короче, просто хочу поделиться своими мыслями про силиконовый чехол для iPhone 7 Plus, ну и для 8 Plus. Свои мысли я им пользовался, ну сколько его, месяца получается. И хочу рассказать, ну тут коротко. Качество чехла меня полностью устраивает. На самом деле, качество хорошее. Здесь, как можно видеть, микрофибра. Очень приятно. Проклеено хорошо. А что еще? Сам силикон, он, знаете, он не такой прям вот дешевый. То есть, внутри на самом деле пластиковый каркас. Но сам силикон очень приятный. Хотя вот эти стыки, как можете видеть, стыки, они как-то, ну совсем не по эпплоске. Вот он как-то так затирается, но яблочко мне нравится отдельным фоном. Сидит в нем телефон, у меня в данный момент 7 Plus. Он очень, очень увеличивает размер именно по ширине. Я не могу сейчас показать, снимаю просто именно на телефон. Ну без камеры я остался. Многие жалуются вот на вот эти самые углы, которые со временем, мол, они и ломаются, и стираются. Ну, не знаю. И когда он садится на телефон, он как-то вот, знаете, вот так вот проседает чутка. То есть, не совсем прям полностью налазит. Модуль камеры так довольно сильно утапливается, ну, как и положено. Но здесь зазор остается между самим телефоном и чехлом. Как бы вот здесь гуляет немножко. Кнопки нажимаются на самом деле удобно, кто бы что ни говорил. Они очень мягкие, хорошо нажимают, особенно кнопки громкости вообще замечательные. Тяжеловато немножко добраться до отключения блокировки. Но в целом все, все отлично. Стоит ли он своих денег? Блин, ну, трудно сказать. Это же Apple. Конечно, единственное, почему мне не нравится его носить, я стараюсь его поменьше носить, потому что его из кармана фиг нормально достанешь. Просто вытягивается все вместе с карманом и трусами, понимаете? То есть, он цепляет, ну, как любой силиконовый чехол. Не хотел брать кожаный, потому что кожаный он засаливается. Этот нет, можно его и помыть нормально. Я думаю, хоть в стиралку кинуть. Вот, но... Я бы не советовал брать для плюс, потому что он очень увеличивает размер. И плюс тяжело достать в карман. Серьезно, он очень толстый для своего поколения. Но чехол все равно хороший. Так что... Ну, я посмотрел в сторону, не знаю, кого-то другого производителя, чтобы он был не такой упертый, что ли. Но перчаткой это удобно носить. Если вы пользуетесь перчатками не кожаными, а специально проводимыми, чтобы экран реагировал, то... Наверное... Да, тогда он отлично подходит. Для остальных же целей лучше, конечно, кожаный. Ну и черный на черном смотрится скучно. Для черного телефона брать что-то поярче. Вот, ну, спасибо за такой вот маленький влог. Спасибо, что посмотрели, в смысле... Надеюсь, еще с вами свидимся.